Весь мир театр, а люди в нем актеры, писал Уильям Шекспир. Если придерживаться его теории, Всемирный день театра в пору праздновать всем жителям планеты. Он, кстати, отмечается 27 марта. Ну а мы все же поговорим о профессиональных актерах. На этой неделе в нашу рубрику «Гвоздь программы» мы пригласили Ольгу Кабо. Ольга одна из ведущих актрис театра имени Моссовета, а в кино она сыграла более полусотни ролей. Добрый день, Ольга. Я очень рад вас видеть. Мне наконец-то предстоялась такая возможность задать вам несколько вопросов. И как мужчина, я не мог не спросить у вас, легко ли быть красивой актрисой? Вы знаете, красивой, одухотворенной женщиной быть прекрасно. По поводу актрисы, наверное, тоже хорошо. Но почему-то очень многие режиссеры, продюсеры видят только внешнюю оболочку. Они не хотят проникнуть вглубь и представить человека просто красивым, еще и талантливым. Вся жизнь – это борьба вот с таким мнением, что если Боженька поцеловал и подарил одно, значит, обязательно что-то должен забрать. Но я борюсь как могу. В общем, это получается. Я хочу сказать, что это большое счастье – нести какую-то красоту. Я сейчас говорю не о внешней. И в продолжение этого вопроса, вот вам, как Ольге Кабо, как кажется, чего не хватает современным актрисам, ну и актерам в целом? Ну, мне сложно сказать, потому что все-таки круг моего общения – это люди, так скажем, старой формации, гениальные артисты. Людмила Алексеевна Черсина, Валерий Александрович Баринов, Ольга Михайловна Остраумова. Я у них училась, учусь и продолжаю учиться. Что касается молодежи, я служу в Театре Министерства Совета. У нас очень хорошие ребята. Они активные, они энергичные. Они, может быть, не такие, как мы, но они ищут новые формы. Это все-таки 21 век. Мне хотелось им пожелать, чтобы они были более организованные, чтобы они держали слово. И чтобы вот этот налет звездности, который после любого сериала сразу же у человека присутствует, такая неправильная оценка самого себя, чтобы этого избежать. Потому что все-таки мы живем в одном мире, и сегодня у тебя сериалы, а завтра у тебя может быть забвение. К этому нужно быть всегда готовым. У меня был мудрый учитель Сергей Федорович Бондарчук, который учил нас прежде всего мудрости выживать и жить в нашей профессии. Потому что наша профессия, она не просто жизнь любого человека. Она над всем, она не похожа ни на какую профессию больше. Вы помните свой дебют в кино? Что вы тогда чувствовали? Какие были впечатления первые? Как это может быть какое-то небольшое разочарование, когда вы увидели себя на экране или наоборот восторг? Конечно, помню. Мне было 15 лет, и меня утвердили в фильм Ярослава Васильевича «Лупия» и «Повторится все». Это фильм в Одесской киностудии. И когда меня утвердили, я не хотела быть актрисой, и я поехала в никуда, в какую-то полную неизвестность. Я не знала, что меня ожидает. Но как только я очутилась на съемочной площадке, я вдруг поняла, вот это вот мое. Я хочу, чтобы вот это всегда было со мной. И тут же переформатировала себя из специанглийской школы, перешла в театральную, литературную и так далее. Но я для себя поняла, что профессия сама меня нашла. Что вот в меня поверил режиссер, который увидел в 15-летней школьнице какую-то искорку божию, может быть. И вот он меня так как-то убедил в том, что это мое, и мне нравилось все в кино. Этот хаос на съемочной площадке, этот аромат съемочных дымов, этот стрек от камеры, потому что тогда еще снимали на пленку. Вот это ощущение, что есть человек над всем, как царь и бог, который все это организовывает, которому надо слушаться и слышать, это режиссер. Вот для меня это все был абсолютный восторг. Когда я увидела фильм, ну, я школьницей была, я не могу к этому фильму строго относиться. Ну, я очень старалась. Но главное, что этот фильм назывался «И повторится все», и вот уже сколько, 35 лет все продолжается, продолжается, продолжается. И это для меня великое счастье, что я попала в этот мир кино, в мир театра, в мир искусства. Потому что, мне кажется, ничего более глубокого, более интересного в жизни просто не существует. Потому что ты жизнь видишь в каком-то не бытовом цвете, а вот во всех ее оттенках. Спасибо большое, Ольга. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Я хочу начать, закончить чем. У меня есть такой литературный спектакль, который называется «Пятое время года». Это строчка из стихотворения Анны Андреевны Ахматовой. Я бы просто хотела поделиться этим четверостишем, потому что, ну, мне кажется, оно о нас, о жизни. То «Пятое время года», только его словословь, дыши последней свободой от того, что это любовь. Высокое небо взлетело, легкие очертания вещей, и уже не празднует тело годовщину грусти своей. Вот мне кажется, над четырьмя временами года, которые есть к календарному графику, есть «Пятое время года», о чем мы с вами говорили. Это любовь, которая объединяет все и всех. Спасибо за такую яркую точку. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Спасибо.